Слушайте, не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Хочу их попросить, пускай они соберут от недовольных людей, которые, например, которым я не нравлюсь, я с ними выйду, вот сколько их будет, я вот один против них буду драться. Вы видели, сколько людей выходит? Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Выходят молиться, это кому-то мешает? Польные, что ли, я не знаю. Спасибо. Анатолий Краснавчик, кстати, я видел, как он там растыкивает их. Привет, дорогие друзья! Да, вы, наверное, догадались, что это пресс-конференция Александра Усика, минимально мною сокращенная, что нас удивило. Журналистов было очень много, несметное количество журналистов, при этом качественных вопросов было, к сожалению, очень мало. Но украинские СМИ в своем репертуаре опять вычленили его слова о вашем покорном слуге, назвали меня опять путинским пропагандистом, я где-то пропагандирую Путина на неизвестном секретном канале и не под своим именем, скорее всего, пророссийским, ну и так далее. Некоторые написали, что я незаконно сбежал из Украины. В общем, все как всегда, все как обычно, благословение Александру Усику, это речь не спортсмена. Мне не нравится слово там политика, знаете, мы много знали людей, которые хорошие, а Александр это хороший человек, которые приходили в политику и немножко менялись. Это просто речь хорошего, классного человека, неординарной личности. Посмотрите, вам понравится. Александру привет и благословение! Друзья, здравствуйте всем, большое количество людей, прямо чуть-чуть волнуюсь. Что я хочу сказать первое. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом поединке, потому что когда мы уже поехали в Москву, я смотрел там в интернете, еще когда можно было смотреть какие-то новости, очень много людей действительно поддерживали, говорили, кто поедет, кто будет болеть и все такое. Спасибо большое за поддержку, за молитвы. Это действительно ощущается, когда тебя поддерживают, когда за тебя переживают, когда я... Кстати, очень сложно сейчас стало ходить по улице или где-то передвигаться. Ну, ничего. Спасибо вам большое за это. Действительно, это такая большая победа, не только моя, а и тех людей, которые поддерживают, которые действительно по-настоящему искренне радуются тому, что в Украину приехал этот замечательный кубок, к которому мы шли, эти великолепные пояса. Я не знаю, радость, улыбки должны быть. У некоторых их нет, но ничего страшного, мы вас будем радовать. Главное, поливайте нас всякой гадостью. Что хочу сказать о суперсерии. Ну, это просто неимоверная вещь, которая, мне кажется, должна вот прям не останавливаться и пройтись по всем весовым категориям. Наверное, нам сошлись звезды и Всевышний так сделал, что у каждого чемпиона, который был в этой суперсерии, да, у него не было никаких контрактов с телеканалами и очень легко подписали контракт с суперсерией. Претенденты, да, четыре человека. Ну, это, я не знаю, это крайне сложно было бы сделать, собрать эти пояса, если бы этой суперсерии не было. Слава Богу, что она была, слава Богу, что состоялся поединок, потому что не были определенные трудности, но без трудностей ничего не бывает. Шарф Деголь говорил, выбирайте самый трудный путь, на нем вы не увидите своих оппонентов. Спасибо. После приезда домой, в Украину, на родину, много людей начало высказывать мнение, что дать, что забрать. Забрать сложно будет, сразу говорю. Возможно, наверное, это невозможно. Давать. Слушайте, не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой, не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого звезды. Мне не нужны для этого регалии какие-то, потому что это не то. Вот когда ты идешь, и люди говорят, мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях, и до двух часов или до трех, сколько этот бой длился, говорит, мы молчали, переживали, смотрели без звука телевизор. Вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете, кому попало. Я бы хотел попросить всех людей, которые присутствуют, ну, кто будет задавать вопросы, чтобы мы не вспоминали фамилии и имена тех, кто говорил какие-то вещи про трусость, еще про что-то. Я вам скажу так, если бы выкрикивания, которые, ну, очень уже, так знаете, сидят у некоторых в голове, если бы они вернули мир в мою страну, если бы они вернули или подняли пенсию пенсионерам, или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал бы. Спасибо. Александр, журнал «Премь-тайм» Ольга. Скажите, пожалуйста, что для вас сейчас является страхом? Есть ли он у вас? Страх. Есть ли у вас страх? И если есть, то какой? Ну, мне кажется, у каждого человека есть страх. Если нету страха, то он больной. Или, как я, как я понимаю. Я не знаю, есть просто два вида страха. Трусливый страх, да, и какой-то другой. Но на данный момент я ничего не боюсь. Я просто в спокойной атмосфере сижу. Надо, что конкретно, я чего-то должен бояться или как? Или просто? Нет, нету страха, все нормально. Улыбка, радость, веселье. Я имею в виду разницу между страхом и инстинктом самосохранения. Так, ну что, есть? Давайте, кто-то еще здесь у нас. Здесь, да? Так, давайте. Мужчина в оранжевом. Добрый день, Александр. Недалеко сегодня прошла информация, что вы стали официальным претендентом на поезд супертяжелой весовой категории МТН Джошуэ. Кто более приоритетный поезд для вас? Бельгий, Джошуэ? Или последовательный? Я хочу немножко подправить вопрос. Формулировку. Вчера совет WBO, Всемирной боксерской организации пояс коричневый, приняли решение присвоить Александру статус суперчемпиона WBO в его весовой категории. А статус суперчемпиона в одной весовой категории дает возможность претендовать на чемпионский пояс категории выше. Поэтому он является чемпионом Энтони Джошуэ. Поэтому Александр даже в своей весовой категории имеет возможность сражаться с Джошуэ. Не скажу, чтобы не ебал. Я не опирал. Напомню, для тех, кто, может быть, собрался здесь и не помнит, осенью прошлого года в шикарнейшем бою Джошуэ одержал победу над нашим чемпионом Владимиром Кличко, который впоследствии завершил свою карьеру. Хороший парень, сильный, также олимпийский чемпион, также 12-го года, но в супертяжелом весе. Друзья, под ваши аплодисменты президент Федерации профессионального бокса Украины, человек, который сделал для украинского бокса больше, чем много, точнее, гораздо больше, чем много, практически все. Михаил Михайлович Завьян. И вопрос от него. Саша, я хочу поздравить, конечно, тебя с величайшим достижением, особенно, когда сидели в углу и в раздевалке, все, и когда пересыхали губы, и сердце билось, ну, все было замечательно, как я говорил, что профессор Мусик проэкзаменовал ученика Гассиева, так что все было нормально и замечательно, и все были счастливы. А у меня следующий вопрос. Через месяц открывается впервые в истории Украины музей боксерской славы Украины, где будут собраны, чтобы никогда не забывали и прошлых чемпионов, и будущих чемпионов. И тысячи вопросов ко мне было, что задайте вопрос Саше Усику, что какой он из своих трофей отдаст в музей украинского бокса для того, чтобы тысячи людей приходили и смотрели на это чудо. Спасибо. Я думаю, надо поправить на ответственное хранение. Да, я что-то... У меня много есть всяких забавных вещей, которые могут попасть к вам в музей. Но я это могу вам продать. Я шучу. Нет, я обязательно посмотрю, что должно быть у вас в музее, потому что у меня есть очень много вещей, не только с профессионального бокса, еще из Аматорского. Так что я какую-то коллекцию соберу вам. Здравствуйте, Александр. Я хотел бы вас спросить, а последующие в подготовке к боям вы также будете готовиться с Анатолием Ломаченко или уже под руководством другого тренера? Очень бы хотелось это делать. На данный момент не могу вам ответить, но очень бы хотелось это делать. Анатолий Николаевич, лучший человек сейчас, возможно, во всем профессиональном боксе. Вы хотите снова от Юрия? От Юрия, ну... Александр, очень много разговоров о переходе в хэви-вейт на категорию выше, но, смотрите, ситуация такая. Вернулся из Польши. Польша вся гудит. Реванш Уси Гловацкий. Разговаривал с Денисом Лебедевым. Я должен встретиться с Усиком. И разговаривал с Димой Биволом. Он собирается тоже переходить в хэви-вейт. Может быть, все-таки стоит остаться в хэви-вейте? Подтягиваются, подтягиваются. К вам бойцы, готовые вам бросить новый вызов. Так все-таки решение перейти в хэви-вейт, либо оставаться еще некоторое время в первом тяжелом месте. Я же говорил когда-то, что когда я объединю эти пояса, то мне обязательно захочется какую-то другую ступень покорять. Ну, оставаться... Надо просто это грамотно все решить. Если эти бои будут выгодные, то почему бы не боксировать? Там в хэви-вейте другая опасность, другой адреналин, все другое. Бойцы и там новые пояса. Гонять вес снова же не надо. Юлия, пожалуйста, вопрос. Александр, все ваши поклонники уже привыкли, что у вас всегда на футболке какие-то символичные картинки и символы. Сегодня вы тоже придерживаетесь этой же своей любимой традиции? У меня на футболке написано «Сафор». Я думаю, что всем более обширно, будет ясно, это ближе к осени, потому что это один из бизнес-проектов, в котором я участвую. Ну, надо же суетиться, да? Простите за такие сладочки. Ну, я в этом проекте работаю и осенью это станет более доступно. Это очень, я вам хочу сказать, новое новшество, которое придет в Украину и я думаю, что людям она понравится. Спасибо. Так, у нас еще один женский вопрос. Вот мы здесь. Здравствуйте, меня зовут Антонина. Это для интернет-канала Анатолия Ширия. Вопрос, как вы оцениваете реакцию украинских СМИ, да, некоторых, и почему такая реакция произошла? Спасибо. Спасибо. Антолий Красавчик, кстати. Я видел, как он там расстыкивает их. Я вообще никак не реагирую на то, что говорят те люди, которые говорят, да, плохие вещи или хорошие. Тот, кто говорит хорошие и защищает, я им очень сильно благодарен за то, что они, ну, вот, их задевает это, да, и они вступаются и говорят, что же вы несете? Мы несем людям счастье, они должны говорить. Нет, ни нихрена не несут. Я вообще не обращаю внимания, что они говорят. Я не читаю. Вот у нас, ну, там, у близких, да, среди друзей есть группа, и они просто скидывают, но там уже идет стек, там идет смех, такими, если сленгом сказать, там идет гон над этим. То есть всерьез я вообще не воспринимаю то, что какой-то деятель просит какой-то официальный запрос, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы что, с ума сходите, я не знаю. Они повторяются. Ножа на Белинюка тогда напали. Запрос, да, и ты там. Слушай, я вот хочу их попросить, пускай они соберут вот недовольных людей, которые, там, например, которым я не нравлюсь, я с ними выйду. Вот сколько их будет, я вот один против них буду драться. Ну, серьезно, они сходят с ума, вот то, что пишут, обзываются, еще что-то, это сумасшествие. Мне кажется, Белина просто их забирает, они пьют Белину, и с ними что-то происходит. Это больнизм какой-то. Я прошу свой народ быть самосознательным. Я не знаю, не смотрите телевизор вообще. Голова вытекает, если смотреть телевизор, новости, что они там мелют вообще. Но, Господи, да такого вообще нельзя говорить, что они говорят. Вот недавно я смотрел в интернете, я смотрел в интернете крестный ход, который был, который знаменовался тысячу... Тридцатилетию, да, крещения Руси. Вы видели, сколько людей выходит? Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Выходят молиться, это кому-то мешает? Больные, что ли, я не знаю. Да пускай молятся люди, идут, это хорошо. Это великолепно, когда люди молятся. Благодать приходит к нам, на всю страну к нам приходит благодать. Нет, этим надо что-то там поговорить. Ну, пускай на меня говорят, я не обижаюсь с ним, серьезно. Ни на кого не говорите, на меня говорите. Еще один вопросик. Я хочу поблагодарить от имени фанов бокса Александр... Другого Александра, другую часть от Александра Красюка, который сделал этот поединок, этот поединок со своей промоутерской точки зрения. Мало кто об этом знает, сколько стоило сил, чтобы собрать судей, защитить интересы. Саш, спасибо тебе большое за твою работу. Я тебя тоже поздравляю с победой Александра. В ней есть и твоя часть. Вопрос к Александру Красюку, осушение пресса, американское форма агентства. Следующий бой. Чей? Шут. Не секрет, сейчас в средствах массовой информации широко распространена новость о том, что мы ведем переговоры с Эдди Херном. На мой взгляд, самым прогрессивным, самым интересным промоутером современности. Именно он является промоутером и Энтони Джошуа, и Тони Беллью. Александр сразу после того, как получил этот прекрасный кубок, камеру на весь мир бросил вызов Тони Беллью. Задача промоутера реализовать желание боксера. Поэтому мы сейчас работаем, и Эдди Херн сказал, что Тони Беллью точно так же позвонил ему, и буквально через 5 минут после заявления Александра сказал, что я хочу бой с этим чемпионом, устрою мне бой с ним. Я, когда пришел уже в раздевалку, знаете, так, когда тебе тяжело-тяжело, когда ты так, ну, пытаешься вдохнуть, чтобы хорошенько вдохнуть полной грудью и выдохнуть. Так вот я пришел, когда уже выдохнул, когда мне срезали тейпы, так, руки сбитые были, опустив руки в лед, у меня так начало, ну, знаете, хрипить руки, потому что вода такая холодная была. Первое, что я делал, я, ну, просто благодарил Всевышнего, то, что все закончилось, что все, слава Богу, и, знаете, у меня впечатление радости зала осталось, как в зале люди себя вели, когда играли гимны, два гимна, когда мы боксировали, когда мы уже закончили боксировать, поддерживали и меня, и Мурата, да, и оппонента, и поддержка была интеллигентной, культурной, не было обзывательств, не было каких-то криков таких неприятных. Вот это оставило впечатление, хотя бывает, где-то кто-то должен был вот мочануть именно там, убей, еще что-то, ну, как и бывает, но вот такого не было, и действительно радостно так все закончилось, очень много людей фотографировались, прям очень ждали на улице, я пока сдал топинг, пока все эти процедуры закончились, я вышел из зала в 4 утра, начало 5-го, да, и мы уехали с супругой в номер, там стояли люди, которые пели, это были не не украинцы, это были другие люди, я не знаю, откуда они были, но вот они ждали сфотографироваться, мы сфотографировались, и все, и я уехал. Он большой был, я его, я половину съел, он был большой, потому что я еще хотел мороженое сам шлифануть, это все, да, он слишком большой был. Многие боксеры, часто бывают раздевалки Виталия Кличко после поединка, чтобы сдать топинг, Виталий выпивал там дверна, и тогда и три бутылки пива, чтобы открылись почки. А вы, чтобы сдать топинг, пользовались каким-то? Я выпил три бутылки воды, присел 30 раз, и, да, и как по маслу, я просто в этом уже очень опытен, я состоял, да и сейчас у нас есть документы, о том, что мы в ВАДе, антидопинговой, да, программе независимой, то есть в любой момент они могут приехать и проверить, так что это водички попил, присел, напрягся, не обращаешь внимания, что сзади тебя смотрит на тебя мужик, который это все контролирует, ты просто забываешь о нем, и все, сдали, да, сдали, сдали кровь, еще кое-что сдали, и все, все записали, и я иногда фантазирую о том, что если я поймал бы золотую рыбку, у меня было бы единственное желание, я бы убрал, ну вот, во всем мире очень много всякой лжи и всего остального, да, смотрели мультик, когда чувак брехал, и у него нос вылазил, брехал, и у него нос вылазил, вы представляете, сколько носатых вообще ходит по миру, но только нос почему-то не вылазит, да, я бы все оружие в мире уничтожил, и предложил бы соперничать в спорте и во всем остальном, в науке, я не знаю, в любых вещах можно соперничать, но только без оружия. Если бы на нашу землю прилетели инопланетяне и спросили бы, что такое бокс, мы бы показали им бой Усика и Сашу Усика. У меня к вам вопрос, а кого бы вы показали? Инопланетянам? Да, представим, что такое бокс, ну, кроме себя. Я бы на самом деле показал бы им Киев для начала, но на самом деле, для начала показал бы им Киев, а потом бы посадил, бы их в свою машину и повозил бы по Украине и показал бы им наши дороги. Я министр, который много разговаривал, я, кстати, ему передаю привет, я два с половиной месяца назад за две недели убил четыре колеса, которые не подлежат ремонту. Привет тебе. Вам, вам привет. С уважением. Надо думать о хорошем. Мысли о хорошем, о добром, о светлом, они тебя мотивируют идти вперед. Думаешь о каких-то негативных вещах, что у тебя не получится, еще что-то, сразу программируешь на неуспех ментально. Я думаю, что, ну, должна быть какая-то у тебя, не какая-то, вообще стержень внутренний должен быть для того, чтобы ты выходил, ну, ударили тебя, ты должен ударить сильнее. вера в Бога мне помогает это все преодолевать.